Вопрос. Каковы доказательства тому, что ваш посланник был пророком? Каково доказательства того, что он посланник от Аллаха, Бога? Я прошу разговора на эту тему с приведением доказательств, а не с упором на религиозные чувства. Ответ. Хвала Аллаху. Так как вы являетесь студенткой, мы обойдемся без излишних подробностей и деталей, считая, что говорим с человеком просвещенным и умным. А поэтому будет достаточно привести указания и общие сведения. Если бы спрашивал человек непросвещенный, то скорее всего ответ был бы дан иным образом. Ведь умы и образованность разнятся. До начала ответа мы надеемся, что вы оставите свой разум чистым от предыдущих установок и суждений о нашем пророке Мухаммаде, а также избавитесь от изначального предубеждения, что наш ответ неверен и недостоверен. Также мы выражаем надежду на то, что вы станете работать с прочитанным материалом как студентка, как человек, получающий знания, как исследователь, ищущий истину, избавившись от предыдущих решений и предубеждений. Мы упомянем доказательства пророчества Мухаммада, и вся наша надежда на то, что вы получите пользу от нашего ответа, что Всевышний Господь поведет вас путем истины и прямоты, которые вы стремитесь найти посредством вашего вопроса. Доказательствами пророчества Мухаммада являются, первое, его слова о том, что случится в будущем, знание которого сокрыто. Примеры тому, пророк Мухаммад сказал, что римляне будут побеждены персами, а через несколько лет, от трех до девяти лет, персы будут также побеждены римлянами. Неверующие ждали окончания пророчества, чтобы увидеть, прав был пророк или нет. Исторические события протекали так, как сообщил пророк от Господа своего великого на всемогущ. Это исторические факты, которые невозможно отвергнуть, и эти факты закреплены в священном Коране. Второе. Мубагаля. Это мольба о проклятии того, кто лжет. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, обратился к группе христиан из Наджрана совершить мубагаля в отношении Иса, алейхи салям. Он призывал их призвать проклятие на того, кто лжет в отношении Иисуса, и назвал Иисуса рабом и пророком Господа, но не Богом и не Сыном Его. Однако христиане отказались обратиться с мольбой о проклятии в отношении лжеца по этому вопросу, испугавшись наказания Аллаха за их ложь, а также зная, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, известие о появлении которого перед последним днем они находят в Ветхом и Новом Завете, прав. К посланнику Аллаха, алейхи салату вассалям, пришли Аль-Акиб и Саид из Наджрана, желая призвать на него проклятие, но один из их спутников сказал, не делайте этого. «Клянусь Господом, если Он действительно окажется пророком, и мы проклянем Его, то не преуспеем ни мы, ни потомки, что придут после». Это также исторический факт, подтверждение которого можно обнаружить в книгах. В дополнение к этому, это событие упоминается и в Коране. Третье. Ночной перенос и вознесение. Это необыкновенное событие в жизни пророка, салаллаху алейхи вассалям. Ведь он был перенесен из Мекки в Иерусалим, а после этого он был вознесен на небеса и увидел там чудо. Все это путешествие заняло небольшую часть дня. Когда пророк, салаллаху алейхи вассалям, рассказал людям о том, что произошло, у многобожников возникла отличная возможность опровергнуть его, опорочить его пророчество и посланничество. Все многобожники знали, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, не видел до этого Иерусалим. Поэтому у них была возможность расспросить его, потребовать описать Иерусалим. И Всевышний Аллах явил своему пророку Иерусалим, а пророк описал его с изумительной точностью, так, словно наблюдал его воочию в то время, как описывал. Четвертое. Раскалывание луны. Это также историческое событие, о котором говорится в священном Коране. Неверующие обратились к пророку, салаллаху алейхи вассалям, показать им знамение, которое бы они наблюдали воочию. И он расколол луну перед ними так, что каждая часть луны стала располагаться в одной стороне. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, обратился к ним и сказал «Засвидетельствуйте». Понятно, что требование Великого Знамения и последующее предъявление его от Всевышнего Аллаха является самым сильным доказательством истинности пророчества и посланничества. Пятое. Упоминание о пророке, салаллаху алейхи вассалям, в Ветхом и Новом Завете. Описание последнего пророчества и посланничества, благая весть о его приходе. Эти тексты и дополнительную информацию вы найдете в ответах на вопросы номер 44018 и номер 164946. Шестое. Сверх всего этого мы хотели бы сказать вам, что наиболее сильным доказательством пророчества пророка нашего Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, является священный Коран. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно не спослано от мудрого до стахвального. Поэтому посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, разъяснил нам, что великий Коран – самое большое доказательство, подтверждающее его правдивость, и самое великое чудо, с которым когда-либо приходил пророк, салаллаху алейхи вассалям. Передается от Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Каждому пророку были даны такие знамения, благодаря которым люди начинали верить в него. Поистине то, что было дано мне, является откровением, которое внушил мне Аллах. И я надеюсь, что в день воскресения у меня окажется больше последователей, чем у любого из них, то есть из других пророков». Хадис привел Аль-Бухари в своем Ас-Сахи под номером 4981, а также Муслим под номером 152. Также мы хотели бы посоветовать вам ознакомиться с книгой французского писателя Мариса Бюкая «Библия, Коран и наука». Эта книга переведена на арабский язык. Доказательств пророчества пророка, салаллаху алейхи вассалям, множество. Мы обошлись перечислением только того, что упомянули, так как знаем, что для разумного человека достаточно и одного-двух доказательств. Мы думаем, что если бы вы были во времена пророка, салаллаху алейхи вассалям, то вам бы не оставалось ничего, кроме как уверовать в его правдивость после того, как он описал бы Иерусалим, который не видел до этого, и в условиях отсутствия средств связи в то время. После того, как вы бы увидели раскалывание луны и ожидали знамения, подтверждающего истинность слов Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. Мы думаем так обо всех размышляющих, разумных людях, подобных вам. Мы видели многих и многих просвещенных людей, ученых, известных личностей, политиков, которые до своей смерти понимали, искали, размышляли и уверовали в правдивость пророка, салаллаху алейхи вассалям. Им не оставалось ничего, кроме того, чтобы уверовать в него и в его послания, призывающие к единобожию, засвидетельствовать, что Господь един, и не предавать ему сотоварищей. Мы призываем вас ознакомиться с книгой подобного человека, которого охватили некоторые сомнения о пророчестве Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям. И тогда этот человек стал искать, размышлять, искренне и правдиво обратился к Всевышнему Аллаху. Он спасся от великих сомнений и описал свой опыт, приводя подробные доказательства пророчества Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, которые мы использовали и в нашем ответе. Сейчас этот человек является одним из знатоков священного Корана, защитником ислама силы и знаний, и это доктор Фадль Ассамарра'и, да поможет ему Аллах. Что касается самой книги, то название книги пророчества Мухаммада от сомнений к убеждению. Мы просим Всевышнего Аллаха вести вас к тому, в чем вы обретете свое спасение и счастье. Аллаху ведомо лучше. Продолжение следует...